Владимир Огрызко. Зачем Путин заговорил о мире в Донбассе? В последнее время риторика Путина изменилась. Президент России ощущает приближение экономического краха, а потому не может не реагировать на это, как минимум, с мягчением некоторых своих выступлений. В последнее из них, так называемая прямая линия, а на деле политическая постановка подтвердила, что риторика хозяина Кремля действительно меняется в сторону смягчения. К сожалению, это совершенно не означает, что одновременно с риторикой изменится и позиция Москвы. Как уже неоднократно говорилось, для путинской России и элит, которые сейчас сидят в Кремле, превращение Украины в успешное и независимое европейское государство означает скорый и неизбежный крах режима. Путин не может допустить, чтобы Украина стала процветающей и независимой. Это грозит крахом всех его хитростей и конструкций, как внутриполитических, так и геополитических. Поэтому от дестабилизации Украины он априори отказаться не может. Соответственно, речь идет исключительно о тактических зигзагах, которые в реальности ничего не меняют. Мы ведь видим и другие данные о том, что Россия перебрасывает в Донбасс все новые и новые единицы военной техники, танков, уралов. Идут эшелоны с вооружением, амуницией и тому подобными вещами. Иными словами, риторика Путина кажется миролюбивой, но его действия напрямую противоречат ей. И я не думаю, что нам нужно заранее радоваться тому, что Путин заговорил о мире. Скорее всего, это лишь тактические ходы, при помощи которых он хочет отсрочить неизбежный крах российской экономики и выиграть немного времени на реализацию своих планов.